160 пересадок органов детям за 15 лет выполнили белорусские медики. Маленькие пациенты, кстати, не только из нашей страны, таким образом получили шанс на новую жизнь. Сегодня многие из них приехали в республиканский центр трансплантации органов и тканей на новогоднюю ёлку. Виктория Ходосок побывала на празднике. Пациент с рождения, так Илью Панихиной с Казахстана называли, когда-то. Он первый в истории своей страны, кому сделали уникальную операцию по пересадке печени от родственника донора. Более 12 часов усилий белорусских и казахстанских медиков. И вот сегодня ему 9, он снова в Минске. Но повод другой. Я хочу, чтобы Дедушка Мороз подарил мне на Новый год приставку. На праздники и Егор Снытков вместе с мамой. Именно она несколько лет назад стала для своего сына донором. У нас было практически 1% из того, что мы можем остаться живыми. Но мы его использовали, нам помогали здесь все, и мы боролись. Я верю в чудеса. Верит в чудеса и сам Егор. Он уже придумал подарок на Новый год и выучил стихотворение для Дедушки Мороза. Новый год наступит скоро. На приборке лес подрос. Чатся сани по просторам и едет Дедушка Мороз. Впрочем, на счету белорусских врачей уже полтысячи пересаженных органов. Есть и случаи, когда трансплантировались сразу два. Как отмечают сами медики, для них уходящий год тоже был успешным. Более 50 операций на 1 миллион жителей. Такие показатели в мире имеют не более 20 стран. Мы пригласили всех, но кто смог, тот приехал сегодня. И вот сегодня вот эти 100 малышей, которые, в общем-то, герои, настоящие герои, это те дети, которые были на грани жизни и смерти, и которые благодаря тому, что в нашей стране есть трансплантация, получили шанс на новую жизнь. Вот сегодня веселятся, бегают шариками, радуются. Приходи на следующий год, мы с тобой не то что стихим, ах, станцуем! Виктория Ходосок и Сергей Курков, телекомпания СТВ.